Гарри, линия фронта, которая на сегодня зафиксирована, о чем она говорит вам? Где вы видите, будет следующее наступление или, может быть, контрнаступление? Похоже на то, что я скажу мое личное мнение, что похоже на то, что они выравнивают фронт, вкапываются, берут позу оборонную, то есть они забирают Луганск и Донецкую области, вкапываются, ленд-лист не идет, большая помощь не идет, дожидаются октября, может быть, конца лета, и потом говорят, что ну вот все, теперь, ну что же, вам давать наступательное оружие, они же уже не наступают, они уже приняли оборонительную позу, значит, давайте закончим эту войну, давайте сядем за стол переговоров, и будет на вас давление, чтобы вы это сделали. Конечно же, многое зависит, тут мало что зависит от украинцев, я думаю, в этот момент, потому что уже вам доказывать никому не надо, что вы можете драться и будете драться, и ничто вас не остановит, а зависит от Запада, и сегодня коллективного Запада, во главе с Соединенными Штатами Америки, победы Украины, они боятся больше победы Украины, чем победы России, потому что центр тяжести сместится, и с победителем, конечно же, все любят быть победителем, когда Украина изгонит эту нечисть со своей земли, и уничтожит эту мразь на своей территории, то есть разобьет российскую армию, все хотят быть, и инвесторы, инвесторы начнут инвестировать, потому что знают, что это защищено, что это стабильно, что есть, просто так на них не напасть, как в Израиле произошло. И тогда будет Украина, Польша, страны Балтии, может быть, Великобритания, будут уже другие коалиции, другие сферы влияния в этом мире, и вот этот Давос уже не сможет осуществить свои...